Добрый день дорогие друзья, приветствую вас в Экономике Здравого Смысла, с вами Ярослав Романчук. Будьте с нами, подписывайтесь пожалуйста на наш канал и мы начинаем. Сегодня тема налог на собак. Коты следующие. Вы знаете, белорусским властям особого воображения не нужно для того, чтобы содрать три шкуры с белорусов. И вот мало того, что граждан становится все меньше, люди уезжают, сплотить налоги они конечно же в стране не собираются и не будут. Поэтому белорусские чиновники решили расширить налоговую кормовую базу себе за счет, внимание, домашних питомцев. И вот тот налог, который был введен в 2010 году, он конечно же оказался очень живучим. И с 2023 года повышаются ставки на налоги на собак. Отныне в квартал надо будет платить за обыкновенную собаку старше трех месяцев. В эквиваленте там около 4 долларов. Опасные собаки будут стоить около 20 долларов. Поэтому представляете, вот наличие домашнего питомца в виде четырехлапового друга обойдется в семье в 20 долларов. Понятное дело, что это немного, это еще терпимо, но это же только начало. И я как сторонник котов, например, говорю, а почему же интересно, вот собакам дают, вернее сторонник собак, да, а котам котов не облагают налогами. Что за дискриминация? Почему те люди, наверное, которые работают в налоговой инспекции в кабинете министров, да, они решают, что коты лучше собак, потому что они не облагаются налогами. И вот я в данной ситуации считаю, что следующий шаг белорусских властей будет надо налога обложить, как они говорят, домашних питомцев и ввести отдельный налог на котов. Если вдруг на острее бюрократического опера окажется любитель собак противник котов, ждите налога на котов в размере 50 долларов в год. Это будет месть с любителем собак, любителем котов. И это вечная борьба, кто лучше, кто, вернее, кто больше пользы приносит людям, будет, приобретет такой налоговый, на самом деле, характер, друзья. Но это не только про то, что у белорусских властей не хватает денег на содержание себя любимых. Они, конечно же, от котов собак много денег не получат, причем это налог, конечно же, местного значения, и местные чиновники используют его, как хотят. Но это говорит о том, что даже сам характер введения данного налога говорит о том, как чиновники думают. Ведь если бы была одна ставка для всех, это понятно, есть кот, есть собака, вот, пожалуйста, налог, плати, а тут до трех месяцев одно, особо опасная собака другое, а если частный дом, то третья, а если там щенки, то четвертая, а если там еще какие-то функционалы, то еще какой-то другой режим. И, представляете, вот на простом маленьком примере того, есть факт собаки, плати, мы видим, как работает чиновничья мысль. Всегда нужно делать дискрецию, всегда нужно делать дырки в законе, чтобы можно было интерпретировать и нужным людям в нужное время давать те самые льготы. Так и по НДСу, так и по налогу на прибыль, так и по любому другому налогу, который работает в Беларуси. Чем больше дырок, тем больше власти чиновников над налогоплательщиками. И потом чиновники создают особые такие зоны, либо свободноэкономическая зона, либо китайский белорусский парк, либо белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию, таких вот дырок и там ПВТ тот же, куда приглашают за особых условиях людей, говорят, знаете, вот вам налоговые льготы, но вы не забудьте, что это милость с барского плеча и вы работаете только потому, что вам разрешили. При этом, если вы будете выходить за рамки наших правил, а эти правила простые, не лезь в политику, поддерживая президента, поддерживая правительство и не суйся, не интересуйся, не делай бело-червоные-белые стяги и так далее, так далее, тогда вот у себя будет все хорошо, в случае, если твой бизнес вдруг не понравится чиновникам. А если понравится, ну тогда уже собирай манатки, пакуй чемоданы и вперед, либо продавай бизнес, либо отдавай его, собирайся другой. На службу у диктатора тоже можно отчасти какое-то время зарабатывать. Друзья, так что вы видите, вот простой налог собак, который есть, возможность введения налога с котов, с других домашних животных, а почему, например, не облагать овечек, а свиней, а коров, а чего, давайте уже, если так пошло дальше, ну так надо всех животных. Только я представляю, почему же здесь должна быть волна возмущения от общества защиты животных, потому что они должны либо установить равенство между всеми животными, как того требует известный рассказ Орвала, да, скотный двор, либо тогда уж никому, но если мы уже закончили облагать людей, принялись за животных, ну тогда держитесь и представляете, что будет следующее. Налоги на каблуки, налоги на шаги, вот, привяжут к каждому GPS датчики, если, например, ты сделал меньше, там, 10 тысяч шагов в сутки, ну будешь платить определенную мзду. Так что, друзья, 23-й год будет достаточно сложным, но для белорусских властей этот год, когда они могут продолжать издеваться над обыкновенными людьми. Котов жалко, собак жалко, но еще больше тех людей, которые по факту являются гражданами, но так свою гражданскую позицию, ответственность за 30 лет и не осознали, друзья. Просыпайтесь, защищайте своих домашних питомцев, и самое главное, защищайте свое право людьми зваться. Спасибо большое за внимание к экономике здравого смысла. С вами был Ярослав Романчук. Будьте с нами. Живи Беларусь. Слава Украине. 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 Слава Украине.